Всем привет, дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, и сегодня мы продолжаем играть в игру Жестокие улицы, вторая часть. Ну что же, поехали, и сегодня я хочу купить долгожданного вампира. Ребят, настал тот момент, поэтому не будем откладывать в долгий это всё ящик. Так, он у нас покупается, по-моему, в рогалик мод, если я не ошибаюсь, в магазине, и стоит он у нас 600 монет. А у меня в данный момент 1174, поэтому настало, настало время его приобрести. Вампир затасковал, а как же не заскучать, много сотен лет у него не было компании. Всё переменилось с появлением боксёра с... с кем, с чем, ничего. Короче, ребята, это у нас новый гангстер, вампир его звать. К сожалению, шмоток у меня пока на него нету. Ну, и давайте, наверное, мы посмотрим вообще, что он из себя представляет. Что это за браток такой? Где он у нас? Мне нужно зайти в компанию, в статус. Вот он, вампир. Так, и посмотрим, давайте, наверное, таланты, какие у него есть. Очень мне интересно. Так, превращает в летучую мышь и телепортируется к цели. Наносит урон 500%, преобразует 50% полученного урона в свои ОЗ и дразнит цель. Дает неуязвимость на 3 секунды при использовании... Так, при использовании этого навыка после броска на врага. Перезарядка 35 секунд. Понятно. А вот это что у нас такое? Бурлящая кровь. Так, усиливает на 10 секунд эффект кровопийцы всех союзников на 10%. Наносит урон 100% всем врагам поблизости при использовании этого навыка после броска на врага. Перезарядка 35 секунд. Эх, следующее я, к сожалению, не могу посмотреть, потому что еще все здесь не открыто. Кстати, ребята, у меня, по-моему, есть очки, и мы с вами можем приобрести комплектик, если я не ошибаюсь. Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Сундук там, по-моему, продается. Так, хватит. Хватает, ребята, хватает. Но, наверное, его еще нужно будет потом активировать. Ну что же, давайте купим. Тут у нас, видите, кровавые когти, кровавая рапира и набор мародера пустошей. Или же сразу откроется? Нет, ребят, сейчас посмотрим. Где у нас... Разблокировать сколько стоит? Ой, 5 всего лишь. Давайте, конечно, потратим алмазики и посмотрим, что нам достанется. Платиновая кровавая рапира. Эпическая. Всего 3 звезды. Ну, конечно, не айс, но тем не менее. Так, где мой вампиреныш? Давайте-ка мы сейчас ему оденем рапиру. Вау! Так, и вот колечко у меня здесь. Опасная тыква. Увеличивает крит удара плюс 12. Атака плюс 6. И защита минус 12. Ну и фиксим. Давайте поставим. Блин, правда, вот у меня одежды нету. Шлема нету никакого. Так, очков-то у меня, по-моему, больше нет. Или все-таки есть? Хватит мне еще на один сундук. Давайте-ка посмотрим. Эть! А, его больше нету, к сожалению. Ну что же. Зато у меня есть деньги, ребята, чтобы его маленечко прокачать. Поэтому давайте тогда, наверное, займемся этим. Маленечко. Хе! А ну-ка, таланты. Обязательно этот изучаем. Ну, вот это все по стандарту. Хотелось бы, конечно, посмотреть, каков он в бою. Окей, здесь выучили. Вот у нас следующая ветка. И давайте посмотрим. Прилив крови, значит, наносит урон 300% всем врагам поблизости. 300% всем врагам. Короче, описание какое-то вообще непонятно. Короче, прилив крови. Ясно. А вот это что у нас такое? Крепкий кровный завет. Повышает урон от завета. А это при использовании когтей усиливается на непонятное количество. Лечебный эффект. Ну что же, давайте изучим тогда и вот это вот. Так, обязательно хпшки. Здесь, да подожди ты. Вот так, так, так. И вот так. Хватает. Все, замечательно, ребят. Хватило нам. И вот у нас третья ветка. Смотрите, у него здесь, конечно, не очень много скиллов. Вот жадность. При использовании когтей бурлящая кровь снижает скорость атаки цели на 10%. На 20 после зарядки. Ну-ка, хватит нам докачаться до крайней самой ветки. Сейчас посмотрим, ребята. Ай-яй-яй-яй-яй. Сколько? 4 800. Вот это нежданчик, ребята. Блин, не хватает буквально чуть-чуть. 300 ачей. Не ачей, а точнее баксов. Ну ладно, давайте хотя бы, знаете, что сделаем с вами? Мы посмотрим, каков он на самых первых начальных уровнях. Ну-ка, просто мне хотелось бы знать, что он вообще из себя представляет. Так, возьмем с вами, наверное, не ад, а нормальную сложность. Подожди, я сказал, нормальную сложность возьмем. Вот, и давайте, наверное, вот с этой миссии. Так, возьмем его в команду. А кого бы нам убрать? Ну, давайте боя уберем. Так, покинуть команду. А вампиры возьмем с собой. Так, и давайте-ка глянем. Вау. Красава. Кстати, вот эти когти у меня были, ребята, и эпические, и легендарные. Все это я продавал. Ёлки-палки, я, наверное, зря взял этот уровень, потому что он здесь даже не успеет ничего у меня сделать. Слишком, ребята, очень хорошо прокаченные. Да что... Дайте мне... Да, называется протестил вампира. Ладно, возьмем тогда, наверное, с вами посложнее уровень. Какой бы взять. Давайте-ка возьмем... Ну, сложность. Вот так вот сложно возьмем. И... На боссе? Ну, давайте на боссе, фиг с ним. Хочу просто протестить, что он вообще умеет. И как это все выглядит. Так, этих мы уберем. Да отойди ты, боксер, пожалуйста. Вот, вампир вступает в бой. Да уйди ты, говорю тебе. Да чтоб тебя. Ага. Давай посмотрим, что вот это у нас. Все, понятно. Приблизительно. Вау. Круто. Что я могу сказать? Так, а вот это что у нас? Не понял, честно говоря. В общем, у него, ребята, очень много возможностей самого себя отхиливать. Вот что я вам скажу. По дамагу, конечно, я пока не пойму. Потому что у него нету нормального оружия прокачанного. И к тому же нету брони хорошей. Так что пока ничего вам, ребята, насчет этого не скажу. Но все у нас впереди. Мы обязательно с вами протестим это дело. Раскачаем его и глянем, что он умеет. Так, тихо ты. Ё-моё, завалили. Ну да. О чем я вам и говорил, что здесь он слишком ватный. Для этого уровня. Так, ты смотри-ка, что за дела-то я не понял. Ну-ка, стрелок, давай. Зайдай жару. А ты у меня рисани, моего вампира. Все, прошли, короче, мы этот уровень. Он довольно легкий. Тем более для моих вот этих вот прокачанных ребят. В общем, вампира мы с вами приобрели. У нас еще, ребят, на заметочке осталась волшебница. Которая у нас приобретается, по-моему, вот здесь. Но в данный момент ее почему-то нету. Как ни странно, мне осталось, ну, буквально, грубо говоря, еще 300 очков набить. И тогда мы ее купим. Видите, какой-то сундук у нас остался. А самого призова почему-то нету. Не знаю, в чем, конечно, проблема. Но я буду надеяться, что все-таки он появится. И к тому времени я уже успею накопить нужное количество нам. И мы ее возьмем. Протестим. Я видел ее, ребята, в боях. Что она делает. И я вам скажу, что это просто жесть какая-то. У нее очень много вспомогательных игрушек, которые бегают. И очень сильно нам мешает. Ну, а сейчас давайте, наверное, мы с вами поиграем. Так, таланты, таланты. Так, немножко еще осталось нам, да? Там, по-моему, 4800, чтобы изучить последний скилл ему. Тогда мы сделаем с вами так. Пойдем, наверное... Нет, здесь я прошел. Сложность я пока трогать не буду. Потому что тут, ну, нереально просто, ребята. Хотя, мои ребятушки тут прокачаны. Будь здоров. А пойдем с вами, наверное, на рогалик мод. Хотя, зачем мне уже на рогалик мод идти, ребят? Если я уже накопил себе на вампира. Если так, чисто для фана. Нет, мы с вами лучше сделаем так. Давайте проходить с вами основную сюжетную линию. Так, мы остановились здесь. Пятый район. Потом у нас будет босс. Поэтому, я думаю, что нужно нам пройти вот эту вот миссию. Называется, мы почти на месте. Кстати, тут два босса будет. Так что, давайте будем проходить. Так, вампира мы пока убираем. Ставим себе боя. Раз, два, три, четыре. Все отлично. Все хорошо. Кстати, я еще хотел, ребят, знаете что? Я прокачиваю здесь себе стрелка. И мне нужно ему усилить оружие. Ну-ка, давай-ка усилять. Да, как раз у нас тут хватает всего. Слушайте, если я... Вау. Опыт на максимуме. Ха, 163. А если мы вот это вот уберем? Предположим. Все равно на максимуме. Давайте усилим. Жесть. Все, ребята. У меня пиратский мушкет прокачан окончательно. Лучше ничего не может быть даже просто-напросто. Осталось только достать где-нибудь дробовик, тоже легендарный, и также ему прокачать. Хорошо. Тогда мне нужно еще, наверное, ребята, своему заключенному прокачать бейсбольную биту. Давно у меня руки чешутся. Сделать ее тоже максимально прокаченной. Так, усиляем. Замечательно. Все равно вот эти шмотки мне не нужны, ребят. Я их либо продаю, либо вот так вот вливаю в раскачку. Так, это у нас будет такой третий уровень из пяти, потом еще два уровня сверху. В общем, все это у нас произойдет быстро. Так, забираем награду здесь. И вперед с вами, как говорится, на основную сюжетную линию. В бой, как говорится. Так, сейчас посмотрим, что здесь будет твориться. Так, мы с вами в метро где-то, да? Походу, дело, да. Так, ну что же. Приступаем потихонечку. Так, бой, отойди оттуда. Что ты тут выделаешься, я не понимаю, а? Давайте запустим молнию. Все пока хорошо. Так, давайте с вертухана. Эй, не трогай мою хилку, уродец. Так, надо его, наверное, кончать уже. Замечательно. Так, выстрел снайперский. Олухи, ребята, они тут олухи просто-напросто все. Я, наверное, здесь перекачался для этого уровня. Хотя, не факт. Могут и заколбасить, особенно босс. Ну-ка, стрельбу. Самые противные, это ребята, ниндзи. Они издалека звездочки бросают. И в основном хилку пытаются, чтобы ее ликвидировать. Но вы-то знаете, что нас просто так не взять. Хех, как бы он там ни старался. А снайперский мод в этого чувачка. Так, подожди, подожди. Вот эти вот ребята мне не нравятся. Это бесявые чувачки. Шарики эти летающие. Блин, да что такое-то? Что-то дофига тут всякой швали повыходило. Давайте молнию выпускать. Она как раз у нас цепная идет, поэтому... Поэтому нифига никого не убило, е-мое. Так, нужно хилиться. Так, вертушка готова. Поехали. Так, стрелок, отойди оттуда. Ну, расколбас. Отлично. Ну, где следующий? Так, приехали, приехали они. На метрошке. Хорошо, давайте тогда вот так вот сделаем. А хилке мы ей поставим щит. Чтобы ее, как говорится, никто не нервировал. Так, давай, 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 давай. Е-мое, напугал нафиг. Я надеюсь, ребята, не слишком громко здесь будет, потому что в наушниках у меня лично громкость довольно приличная. Как бы это ни сказалось, на записи все дело. Ну, давай, сюда, короче, телепортируй. Да ты достал уже там орать. Хе-хе-хе. Черт там бубнит, непонятно. Типа, поезд прибывает туда-то-туда-то, да? Так, давай, заключенный, вали. Кстати, ребят, я начал прокачивать потихоньку боксера. И я вам скажу, знаете что? Есть у него достойные скиллы. Особенно по поводу возвращения урона врагам. Это вообще просто сказка. Скилл у него называется танк. Потом, может быть, ребята, мы поиграем с ним и посмотрим, как он себя ведет в более серьезных поединках. Ну что, сколько вас здесь еще? Много, нет? Оу! Да как так? Я не понял. Ребят, вы посмотрите, что тут произошло. У меня хилка упала. А с какого перепуга, я так и не понял. Блин, засмотрелся, видимо, куда-то. И кто ее шваркнул, даже не представляю понятия. Ладно. Не ожидал, конечно, я такого эффекта. Ну что же. Придется нам тогда как-то так справляться без нее. Ничего, как говорится, не поделаешь. Да, без хила. Жить нам будет сложно, я вам скажу. О, маню приложу, что мы здесь будем делать. Надеюсь, их здесь осталось не так уж и много. Нет, еще будет волна, ребята. Да, хилочка ты моя. Как же ты упала-то, а? Как же я проглядел-то этот момент. Это все из этого поезда, который меня отвлекал. Так, давайте молнию цепную отпустим. И стрельбу сделаем. Ё-моё, вот это вот дичь, ребята. Меня здесь, по-моему, расколбасил сейчас. Немножко недооценил. Недооценил я уровень. Ай-яй-яй, сейчас если у меня упадет заключенный, это финиш будет полный. Давай. Вот так сделаем. Замахивается, замахивается, гад. Сделаем защиту себе. Неуязвимость. Ну, добиваем. Черт, еще не все. Еще до сих пор не все, ребят. Это хреново. Блин, и врагов будет здесь, по ходу дела. Так, ладно. Хилка нам не страшна. А вот это уже... Вот они. Вот мне кажется, что это вот ниндзи. Сделали всю эту пакость. Больше некому. Стрелок, давай, мне нужен твой скилл. Ё-моё. Давай, давай, давай. Откат, 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 откат. Стреляем. Так, давай заключенный вертушку. Все хорошо. Давай вот эту терь накажем. Мне здесь нечего делать. И уже будем добивать этого жаробаса. Тем более у него 10-секундная неуязвимость. Он нас не пробьет. Зато смотрите, что происходит, ребят. С другой стороны, вышли гады. Ай-яй-яй-яй-яй. Бой практически у меня на волоске, ребята, от гибели. Его в любую секунду могут убить, если выпадут ниндзи и будут по нам стрелять. Или, как мы видим, вон тот вон стрелок, гад, а. Что он творит? Давайте его в тюрьму мусорную. Так, хорошо. Теперь еще подстрелим. И вертушку сделаем. Пока других вариантов я не вижу, ребят. Теперь стрельбу. Так, давай-давай-давай-давай-давай. Отойди, да е-мое. Ну. Не успел я убрать заключенного. И, как видите, он погиб. Но уровень все-таки пройден. Но я не... Недоволен результатом, ребята. Очень сильно недоволен. Хотя, по времени на эску... Ну, как вы понимаете, тут вообще С и Б. 138 долларов я получил. Так, управление сундуками. Что мы можем с вами... Ну, давайте вот этот вот откроем. Что выпадет? Ничего хорошего не выпало. Так, а вот этот вот... Сколько он потребует кристаллов? 15. Ладно, давайте открывать. Во! Вот они и баксы. Баксы. Так, маленький сундук у нас летит. Я даже боюсь представить, что там будет за босс. Так, разблокировка. Начнем, наверное... Сундук с наличкой, да. Нам пригодится. Сколько там? Часик подождать. Хорошо. А я в этот момент, наверное... Так, у нас с вами 5000 долларов. Кого бы мне прокачать, а? Вампира. Так, ну этот парень у меня прокачан, по-моему, по полной программе уже. Даже ничего не могу. Хотя вру, ребят. Я ему не прокачал вот этот вот скилл. Но он лишь при кастетах нужен. Кастетами я не пользуюсь. Хотя бывает, я их подбираю, но... Не особо они мне нравятся. У стрелка. Кстати, да, по-моему, у стрелка... Вот, еще осталось. Так, ну это опять же из дробовика стрельба. А, нет, смотрите-ка. Вот здесь вот я могу прокачать. Стрельба из двух пушек. Ваша атака снижает защиту врагов на 15% на 2 секунды. Хорошо, давайте сделаем. Здесь и вот здесь. И, по-моему, ребята, он у меня будет полностью прокачан. Помимо вот дробовика. Так, я погляжу сейчас, если я не ошибаюсь, конечно. А, нет, смотрите-ка. Вот здесь у меня еще не выучено. Так, урон насквозь выстрел увеличивает на 120%. Хорошо, давай вот так вот сделаем. А на вампира мы еще с вами накопим. И вот здесь вот. Подавляющий огонь. Быстрее на 20%. Это, опять же, дополнительные все скиллы. Хрен с ним, ребят. Все равно изучать нужно все. И, кстати, барышню вот эту мне тоже нужно прокачивать. Я ей сейчас в последнее время не очень особо играю. И, наверное, я думаю, что зря. Она у нас очень хороший боец. Конечно, по здоровью проигрывает. Но критует она, будь здоров. Ну что же. Приступаем, наверное, с вами. Здание черной жемчужины. Мы все-таки пришли к этим торговцам. Которые у нас вот здесь вот. Имеют свой бар, который нам дают задание. Вот. Так что давайте смотреть. Ах, аж руки чешутся и их всех тут покарать. Погнали, как говорится. Главное следить за хилкой. Воу. Только не говорите, что я должен их защищать. Ё-моё. Ненавижу вот эти вот уровни, где нужно защищать вот этих вот барышин, а. Так, боксер. Давай, принимайся за дело. Раскидаем их тут. А вот это вот я не люблю. Я скандалов не люблю, ребят. Смотри, что делают. Точно. Они стреляют в хилку, ребят. Давай-ка мы сделаем вот так вот. Тюрьму. И капсулу вампира. Ну, готов. Стрелок да выделался. Ну, кто тут? Ага. Амбал вышел. Ну-ка давай его с вертушки. Так, подожди-ка. Наверное... Да, стрельнем в него. Тут у нас хилка. Ей не место здесь. Сразу вам говорю. Защиту дополнительно поставим. И бой у нас будет делать. Давайте вот сюда его протанем. И вот этот луч запустим. И еще капсулу. Так, ну что, вроде бы пока нормуль все, да? Никто никого не бьет. Так, подавляющий огонь. Или как он там называется? Я уже забыл. Так, наказали. Отлично. Блин, вот эти вот роботы меня нервируют. И отсюда. Сразу же делаем, ребят, провокацию на себя. Пускай они лучше ко мне идут. И самое время, ребята, делать вертушку. Так, ниндзя, ты достал же, а, в самом деле. Давайте хилиться. Все, ниндзя готов. Этот робот готов. Вроде бы отбились. Так, бой, возьми броник. Дополнительная защита. Так, тюрьма. Все, будем на ниндз этих выкидывать. Самурай. Якудза. Ну, сейчас он сдохнет. Кто тут у нас идет? Ага, понятно. Давайте его сразу сносить, а то стрелка. Чтобы он нас не нервировал. Готов. Ну, добьешь? Добил, отлично. Молодец. Так, бой, подбери баксы. Опять эта фигня пришла, а? Ну-ка, давай, вертуха. Ай-яй-яй-яй-яй. Ребят, смотрите, два ниндзя. Это плохо, когда они оба. Сейчас они получат свое. Готов один. Второй куда-то там все телепортируется, прыгает. Но это его не спасет, ребят. Поверьте мне. Так, давайте немножко подхилимся. Отлично, все хорошо. Ну, опять, опять этот идет, а? Буржуй. Вот так вот. Стрелок, возьми-ка себе этого энергетика. Продолжаем расстреливать. Ай-яй-яй-яй-яй. Смотрите, как... Как она все-таки отхиливается, а? Жестко. Я имею в виду вражеская хилка. Так, где у меня бой? Почему он спит? Давай вот эту вот в тюрьму захватывай. И молнию. Все, готов. Так, вертухан. Отойди, отойди, отойди. Не надо подставляться лишний раз. Ну что? Готово. А где же, ребята, у нас босс? У нас, наверное, здесь не будет босса. Это, наверное, у нас вот такой вот уровень, чтобы защитить вот этих вот девчонок. В этом, в принципе, и заключается весь уровень. Бывают, да, такие. Попадает, попадает. Так, ниндзю сразу в оковы. Отлично. Капсулу выпускаем. Ребята, эта капсула, кстати, может как уничтожать врагов, так же и нас хилить. Поэтому у нее рандомный вариант. Пошли вы все нафиг. Нормуль. Все прокопило. И эту, наверное, надо добивать уже. Достала она уже тут в корень. Хилять. Выпускаем молнию. Все. Вздрючили мы их. Блин, да вы достали этими роботеками своими. Робот, ну-ка иди сюда. Провокацию. Сразу неуязвимость обязательно, ребят, неуязвимость. Отводим боя. Так, в оковы. И стрельбу. Ну-ну-ну-ну-ну. Не добьешь. Наверное, не добьешь ты у меня. Хорошо. Делаем тогда, ребята, вертушку. Ты смотри, как они вдвоем хилят. Очень сильно. Ну что, робот довыделывался. Так, убиваем хилку и стрелка. Отлично. Так, подберем меткость. Кто там? Что там? Не вижу, ребята. Бой закрывает, как говорится, весь обзор. Ага, вижу. Амбал идет. Амбаль. Амбальчик, да? Давайте его поджарим маленько. Ну и критонем. Ха-ха. Оу, два амбала. Два амбала. Это плохо, ребята. Значит, делаем вот так. Ну и уязвимость. И сразу же включаем вертушку. Пускай по пляшу. Ниндзя-то этот охламон. Она из-за птишка, блин. Ну-ну-ну-ну-ну. Да куда же стрелять? Добей ты этого ниндзюцу. Не хочет. Бьется тогда самому. Все. Да, ребята. Мы прошли с вами этот уровень. Довольно неплохо. Я вам сразу скажу. Ранг С. Что там сэнкс? Ранг С везде. 140 долларов. Так, форма спецвойск. Блин, это у нас для... Для ассасинки, по идее. Задание выполнено. Зачистите главу 5. Этап 9. Мы получили с вами еще 200 баксов. Хорошо. Просто замечательно. Ну что же. Давайте тогда сразу этот зачистим. И, наверное, попробуем завлить босса последнего, который здесь будет. Надеюсь, у нас это получится. Ну-ка. Главное, еще раз говорю, ребята. Тысячу раз повторяю вам и себе. Следить надо за хилкой. Без хилки сразу смерть. Какие бы мы тут раскачанные не были бы, ничего у нас не получится без нее. Здоровье все равно будет рано или поздно уменьшаться. И, естественно, его нужно будет восстанавливать. А восстанавливает она только. Ну, может быть, конечно, вот вампир, когда у нас будет прокачанный полностью. Да и то, по-моему, он себе вроде бы восстанавливает. Хотя было написано, что и союзникам тоже. В общем, будем все это смотреть, тестить. Время у нас еще есть. На эти, как говорится, дела. Слушайте, вы достали, блин, а? Хилить-то. Ну, иди сюда, роботека. Так, давай-ка мы, наверное... Ага, вот так вот, значит, происходит. Неуязвимость обязательно. И жарим их. Шикарно. Так, поднимем все, что здесь валяется. Иди сюда, куда ты там побежал, а? Олух. Амбал идет. Отводим своих слабеньких ребят. Вот так вот. Никогда не надо, ребята, их ставить в кучу. На будущее вам говорю. Потому что есть уровни всякие. И где бочки падают, и взрываются. И если они все попадают под один взрыв, как говорится, вам сразу херды. Поэтому держим их на расстоянии. Далеко не разводим тоже, но и близко не станем. Так, давай-давай-давай. Пребиваем Амбала. Да что ж такое-то, а? Да упади ты уже, гад. Есть. Так, с какой стороны пойдут? Бой я вот сюда на серединку выставлю. Давай, возьми метко себе. Так, Якудза вышел. Кто там еще? Второй Якудза и стрелок. Сейчас мы их разберем, ребят. Тюрьма. Мусорная. Чтобы не хилило. Отлично. Так, собери-ка баксы. Как говорится, деньги на дороге не... Воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо, ребята. Хилку чуть было не причпокали. Отходи оттуда, говорю тебе. Так, выпускаем молнию и делаем здесь защитную вауру. Чтобы нафиг ее никто не пробил. Хотя стрелкам пофиг. Давай-ка вот этот вот, подавляющий огонь. Замечательно. Эй, Хилка, отойди. Вот знаете, что самое хреновое, ребят? Что Хилка сама себя не может хилить. Парадокс, да? То есть не скиллом именно, а просто вот когда она лечит... Ребят, себя она в этот момент почему-то не хилит. Ладно. Так, куда? Куда ты вышел, а? Иди отсюда. Блин, опять амбал идет. Хорошо, амбала берем, ребят, на себя. Все. Вертушку. Давайте-ка. Серию выстрелов. Сразу еще, наверное, выстрел. И поджарочку сделаем. Это будет самый оптимальный вариант. Когда они стоят все в куче... Да пошел отсюда! Нервирует, как говорится, меня, да? Молния пошла. Все, Хилка уже сдохла. Ну и осталось тут два амбала у нас. Так, делаем луч. Нормуль. И осталось, наверное, добить. Это, наверное, последний гад у нас будет. Да? Нет? Я смотрю, вот тут внизу вон поезд все ездит и ездит. Так, на кого? Блин, конечно же на Хилку идет. О, щит. Что же делать? Короче, провокацию берем на себя. Хилку уводим. Уводим, говорю, блин. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, вот это хреново. Это очень хреново. Давайте отхиливаться. Также... Блин, вот это вот... Блин, я даже не знаю. Это сейчас будет у нас воровать. Воришка хренов. Вертухан делаю, короче, я. Так, давай-ка массовый выстрел. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Отлично, добили. И подбираем, естественно, все, что здесь у нас разбросано. А это баксы, алмазы и так далее. Припечатали. Так, надо щит ставить. Ох, ну что, вроде бы пока нормуль, ребята. Все идет хорошо. Запускаем молнию. Потом берем этого чувачка в тюрьму. Так, капсулу... Кого-кого? Нахилку, да? Ага, хрен тебе. Вот они, ребята, гамнюки и ниндзи. Так, подожди-подожди, уводим. И подхиливаемся на всякий случай. Идет. Идет у нас тут бандит-аракес. Все, ты меня достал. Иди сюда, жирный. Будешь сейчас получать у меня люлей с вертухана. Блин, а там второй. Там еще, ребята, оказывается, второй жирный. Так, делаем выстрел. Потом сразу подавляющий огонь. Ох ты, е-мое, ребята, срочно, срочно, неуязвимость. И отхил. Так, и выпускаем молнию. Так, отлично. Молния должна сработать. Нормуль. И этого в помойку. Ну, я надеюсь, что это последний. Да, ребят, это последний. Ну что, ранг С или нет? У меня все здоровенькие, все целенькие. И чувствуют себя хорошо. Просто-напросто. Да, везде С-ки. Так, получаем с вами 260 долларов и два алмазика. Плюс шляпа спецвойска. Это, кстати, от костюма у нас. Так, сундук с наличкой. Еще вмещается, да? Здесь 11. Слушайте, нам нужно открыть. Потому что если мы с вами пойдем на босса, с него нам выпадет сундук. 160, 100 и 150. Ух, отлично. Ну что, вы готовы? Я думаю, что да, ребята. И я, наверное, тоже готов сразиться с боссом. Последняя надежда называется у нас миссия. Так, подождите секунду. Сейчас мы еще кое-куда зайдем. Кое-что глянем. Кстати, вот у нас боксер. Вот, ребята, таланты. Не все еще прокачал. Сами понимаете, очень нужно много баксов на прокачку. И вот эту вот ветку нужно прокачать. Вот я выучил в последнее время вот этот вот скилл. Ускоряющий танк. Танк отражает 40% получаемого урона. Согласитесь, это вообще шикарно. Считай, 50% он надает урон врагу обратно. Плюс еще вот здесь вот есть у нас дополнительные такие. Вот перезарядка танка быстрее идет и... Подожди, 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 нет. И здесь уменьшение урона. Танк повышается до 80%. То есть практически он непробиваемый. Без 20% 100 защита у него. Ты представляешь, да? Вот и я об этом же, ребята. Так, что у нас? Накопилось всякого хлама. Давайте-ка мы, наверное, с вами заточим нашему заключенному биту. Усилим ее маленько. Хотя и бою можно было бы заточить. Но раз уж взялись, как говорится, здесь. Давайте добивать, как говорится. Так, сюда, сюда и сюда. Все. Усиление идет бесплатное. Уже с перехода на уровень, на другой, тогда да. Там уже надо будет платить. Вау. Неужели четвертый уровень сейчас будет? Ну-ка. Да, ребята. Еще один уровень. И все. И бита у меня будет прокачана по полной. Ну, а мы с вами отправляемся, естественно, на последний уровень пятого района. Последняя надежда. Поехали. Кто? Покажи мне, кто здесь. Да ладно, блин. Ё-парасы-те. Это же... Два этих же... Так, а так, отходим. Надо брать провокацию, ребята. Ёлки-палки. Неужели они сейчас оба будут здесь и вертушку эту крутить, и все? Вот это будет плохо. Так, делаем. Запускаем молнию. Тут, я думаю, нужна неуязвимость, ребята. И сразу же вертушку делаем. Так, подавляющий огонь, или как он там называется? Ну, будем называть это так. Сразу же... И еще два выстрела ему в чайник. Тихо-тихо-тихо. Кто-то там хочет что-то сделать. Ха-ха! Сбил я ему все-таки этот удар. Хотел он прописать там. Но не тут-то было. Опа-по-по-по-по-по-по-по-по-по. Схватили. Где-где-где? Срочно хи... Убили! Ты представляешь, они заключенного сразу чпокнули. Отходи, отходи, отходи. Не подставляйся. Вот это, ребята, будет жесть. Я вам сразу говорю. Так, выпускаем. Не-не-не-не-не-не-не-не. Черт подери. Давай хил. Срочно хил. Так, бой. Да вы посмотрите, что тут происходит. Они в бой огрохнули, ребята. Я тебе сейчас, гад, да выделываюсь. Так, делаем, короче, неуязвимость Не-не-не-не-не-не-не-не Ух, повезло Просто, ребят, повезло, крупно Так, и я думаю, что нужно, наверное, вот здесь все-таки прописывать вертухан Да чтоб тебя Все, ребята, хилка сдохла Вот это жесть Не ожидал, ребят, короче Первый раунд у нас неудачный Да, смотрите, они вдвоем делают Ладно, хорошо, у нас с вами еще один раунд будет Так что я надеюсь, что мы отыграемся Это, как говорится, был пробный Иди отсюда, уже достал Мешается только Тут просто, знаете, если мы с вами одного бы пришлепнули бы То намного было бы все здесь проще Вдвоем они, ну, просто жесть какая-то Сейчас я попробую накумарить все-таки одного Получится, не получится Что-то... Ну-ка, оу Тихо, тихо, тихо Да е-мое, вот и боксеру хана, ребята Какому боксеру, блин, заключенному Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, да бьешь, нет Отходи, отходи оттуда Представляете, если я сейчас стрелком пройду уровень Ха-ха-ха Это, наверное, нереально Давай-давай-давай, стреляй по нему, пока он там оглушенный Вот этот выстрел Отходи, отходи Мимо Говнюк Давай, что ты там собираешься делать? Дай-ка я в него шибанул Отлично Добиваем Ха-ха-ха-ха Да, я прошел стрелком Ну, остальные у меня все погибли Конечно же, тут будет маленький самый у нас ранг Хотя по времени я уложился Но в остальном все очень плохо 150 долларов получил Плюс 4 алмаза И дали мне всякую ерунду Вот Сундук босса пятой главы Отличный ящик Вот это вот, ребята, хорошо Вы пришли в новый район Так Мы сделали с вами достижение Черная жемчужина в США Открыт уровень сложности этого квартала Понятно Вот здесь, ребята, мы уже можем с вами играть На уровне сложно Потом уже, когда мы сложно пройдем Уже будет ад Ну, а сейчас мне интересно Что у нас здесь Неужели это конец, а? Да, кстати Мы же начали из-за чего? Из-за того, что у нас вот эту вот девчулю похитили Так ведь? Так И вот у нас, видимо, башня последняя Куда мы с вами уже доберемся Спасем ее Ну, а дальше уже будем смотреть Как у нас там Развернется наше действие дальнейшее Так Разблокировать Я надеюсь, что-нибудь здесь хорошее нам выпадет Ну что ж, дорогие мои друзья Наверное, на этой ноте можно и завершать это видео Всем большое спасибо за просмотр Увидимся с вами в следующих сериях И продолжим играть в эту игру А на этом все Всем пока Всем удачи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok